ВПЧ-инфекция Добрый день, уважаемые пациенты! Сегодня мы поговорим о ВПЧ-инфекции. ВПЧ-инфекция – это вирус папиллома человека. Он присутствует как у женщин, так и у мужчин. И может передаваться при любых видах секса, приоральном, вагинальном, анальном. И может передаваться при родах. В ряде случаев он может передаваться бытовым путем, через неподвижденную кожу он практически не передается. Именно половые контакты способствуют заражению, потому что у них происходит микротравматизация, часто мне приходится видеть нахождение кандилом в основании члена, выделяется влагалищная смазка и он активно внедряется именно мужчинам в эту часть полового члена. После заражения, чаще всего, происходит инкубационный период вируса папиллома человека. Затем вирус начинает потенцировать деление клеток, чаще всего эрозии. Это происходит из-за того, что клетки делятся под воздействием вируса. Клетки неполноценны, они могут разрушаться, образовываться эрозии или нарастать друг на друга и образуются кандиломы. Ну и очень модной темой является тема вируса папиллома человека высокого канцерогенного риска. Здесь, конечно, речь больше идет о женщинах, больше им, конечно, свойственно такое поражение матки, шейки матки и переход в онкологию. Однако в последнее время также наблюдается и онкология среди мужчин, и в том числе раннее развитие аденома, также связывает с вирусом папиллома человека, вот это деление клеток пристательной железы. Соответственно, диагностика данного вируса, кроме клинического осмотра, обязательно микробиологическая диагностика, вирусологическая диагностика. Наиболее часто активно используются и у мужчин, и у женщин два вида анализов. Это ПЦР-анализ или полимероцепная реакция. Когда ищут ДНК в клетках вируса папиллома человека, это всегда соскобы на эпителия мочеполовых органов. И, соответственно, тут можно посмотреть количественный анализ, что очень важно. При низких концентрациях вируса мы даже не проводим лечение, при высоких проводим обязательно. И также дайжен-тест, это специализированный тест больше для женщин. Также для женщин проводится кальпоскопия в обязательном порядке, ПАП-тест, то есть онкоцитология. В ряде случаев при наличии высыпания мужчин тоже проводится онкоцитология. Для лечения вирусов папиллома человека в основном используются методики удаления, это может быть лазер, это может быть радиоволновые методики, это в основном вот такие именно методы. Также возможно использование жидкого азота, что сейчас конечно уходит в историю уже, и электрикогуляция из-за своей повышенной травматичности также отходит на второй план. Лечение вируса папиллома человека включает в себя обязательное тестирование как ПЦР-анализа с концентрацией данного вируса, так и обязательно проверку иммунитета иммунограммы. В зависимости от слабого звена иммунограммы назначаются иммунные препараты. Из общих препаратов назначаются такие препараты, как, например, ПАНАВЕР-гель наружные, из общих препаратов назначается ПАНАВЕР-спрейнти, наряду с этим, как я сказал, начается удаление, и из общих препаратов назначается изопринозин в форме таблеток. Все остальное лечение назначается только после иммунограммы, и здесь очень важно не допускать то, что вы пришли, допустим, к доктору, и он на глаз назначил какой-нибудь полиоксидоний, лакин и т.д. Этого делать ни в коем случае нельзя. Трактовать любой анализ иммунограммы, может только иммунолог, т.е. вы должны полномерно сдать со скобой на ВПЧ, удалить, сдать иммунограмму и по назначению иммунолога пройти грамотное лечение, потом сдать контроль, конечно же, как вирус попилома человека, так и саму иммунограмму, посмотреть все ли, что нужно исправить в ней, либо нужно провести дальнейшую коррекцию. При наличии вируса попилома человека у вас в соскобах, в мазках, в дальнейшем тесте, при наличии остроконечных кандилом, обращайтесь в нашу клинику платной КВД в Москве. У нас имеются все методики современной удаления, это и лазер, радиоволновой метод, и жидкий азот. Более, соответственно, мы проводим иммунограммы и подбор соответствующих препаратов, которые наряду с общепризнанным лечением всегда нужны для лечения вируса попилома человека. В конце хотел бы заметить, что многие считают, что вирус попилома человека не излечим, однако это является ошибкой. У меня достаточно большое количество пациентов находится на наблюдении после успешного лечения. И контрольная анализа в течение многих лет, в частности, уже один пациент наблюдается 9 лет у меня, соответственно, у него всегда показывает отрицательный результат. Но это ли не лучшее доказательство излеченности вируса попилома человека? Данные вирусы вполне могут быть вылечены при грамотном вышеописном подходе. При обнаружении вируса попилома человека, либо остроконечных кандилом, ждем Вас в нашей клинике. Спасибо за внимание.